Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. По обращению жителей и не только работы по расчистке и вывозу снега в Самаре продолжаются в круглосуточном режиме. Десятки алых цветов, тяжелые воспоминания и единая скорбь длиною в 23 года. В городе почтили память погибших при пожаре в областном ГУВТ. В помощь детским организациям и приютам для животных в Самаре продолжается акция вторсырье на благотворительность. Влюбленные готовятся к Дню Святого Валентина. Как и где сейчас знакомятся самарцы и кому удалось попасть в любовные сети через социальные? В Самарской области пациентов, переболевших коронавирусом, выписывают без повторного теста на COVID-19, если лечение длилось больше недели. Если меньше, придется получить отрицательный результат теста. Больничные для пациентов с симптомами ОРВИ можно оформить дистанционно. Для этого нужно обратиться на горячую линию 122 или в регистратуру своей поликлиники. Сдавать ПЦР-тест в этой ситуации не требуется. Однако это касается не всех. Личный осмотр у врача требуется людям старше 65 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам и родителям заболевших детей в возрасте до 6 лет. Врача нужно вызвать на дом. Есть нововведения для призывников. 5,5 тысяч молодых людей смогут пройти медицинский осмотр в соответствии с графиком, который разработают Минздрав и военный комиссариат. Для остальных жителей региона диспансеризация пока приостановлена. Такие решения озвучили на этой неделе на заседании областного штаба по борьбе с коронавирусом. Заседание провел губернатор Дмитрий Азаров. Первая декада февраля стала настоящим испытанием для служб благоустройства города. На Самару обрушились снегопады. Только за 10 дней этого месяца, по информации синоптиков, выпало почти 45 мм осадков, что составляет 110% от нормы. Город убирали и продолжают убирать в круглосуточном режиме. Привлекают сотни единиц спецтехники. В ночное время, когда трафик автомобилей не столь интенсивный, чистят проезжие части, вывозят снег. С начала сезона со всех территорий города вывезли 250 тысяч тонн снега. Территорию во дворах и у подъездов очищают сотрудники управляющих компаний. Дворники начинают работать с самого раннего утра. Главная проблема, с которой сталкиваются на этом этапе, припаркованные во дворах машины, которые мешают качественно выполнять работы. В администрации Самары при участии главы города Елены Лапушкиной регулярно проходят совещания, где рассматривают конкретные жалобы жителей. По каждому обращению ведут работы. Самое главное выводить максимальное количество техника, максимальное количество людей, очищать территории. В первую очередь обращаем внимание на уличной дорожной сети, где ходит общественный транспорт, где у нас передвигаются, конечно, пешеходы, тротуары. Это подходы к социальным объектам, это подходы к больницам, к школам, к детским садам, к другим учреждениям. Безусловно, особое внимание обращаем на очистку крови. Очень быстро у нас расстаются сосульки на кровликах, поэтому бригада у нас работает постоянно в каждой управляющей компании, в каждом мотосажере. И, конечно, призываем всех владельцев учреждений, где есть скатный кровлик, тоже это не оставлять без внимания в обязательном порядке и, конечно, очищать. 23 года со дня трагедии. 10 февраля 1999 года произошел страшный пожар в Главном управлении внутренних дел по Самарской области. Он унес жизни 57 правоохранителей. Свыше 200 сотрудников получили серьезные ожоги и травмы. На этой неделе память сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, почтили на Куйбышево, 42, где сейчас располагаются часовня и мемориал. Их подвиги не забыты. В Самаре почтили память погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Борясь с преступностью, сотрудники ОВД ежедневно подвергают риску своей жизни. К сожалению, не обходятся без потерь. Со дня образования Самарского главка при исполнении служебного долга погибли 328 сотрудников. Абсолютно уверен, что всех погибших помнят. О них никто никогда не забудет. Порядок заведен такой прежде всего. Помимо тех общих мероприятий, которые в ГУВД проводятся, каждая служба, представителями которой являлись наши погибшие товарищи, она наслаждает, ну, как можно сказать, кураторство, оказывает помощь, помогает тем, кому это необходимо. Сегодня вспоминают милиционеров, погибших в страшном пожаре в здании областного ГУВД. В памятном возложении цветов приняла участие глава города Елена Лапушкина. Напомним, пожар начался вечером 10 февраля 1999 года. В огненной засаде погибли 57 сотрудников. Около 200 получили серьезные ожоги и травмы. У мемориала и часовни в честь князя Александра Невского, которая построена на месте сгоревшего здания, каждый год 10 февраля собираются родные, близкие и друзья погибших. Полковник в отставке Александр Капункин, в то время начальник отдела по раскрытию убийств, был участником тех страшных событий. Все были коллеги, все знакомые, со всеми бок о бок работали. Поэтому вдвойне сложнее и тяжелее помнить это все. Не забывают и о семьях погибших героев. Им оказывается помощь от сослуживцев. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. Документ старый, правила новые. Срок действия российских паспортов при достижении 20 и 45-летнего возраста продлили. Теперь они будут оставаться действительными до дня оформления нового документа. Сколько действует отсрочка, узнала Елена Чернявская. Срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении 20 и 45-летнего возраста, продлен на 90 дней. Если ранее гражданину необходимо было сразу менять паспорт, так как документ автоматически становился недействительным, то теперь экстренно переоформлять его не нужно. По достижению возраста 14-20-45 лет госпошлина составляет 300 рублей. Если заявление подано через портал государственных услуг, госпошлина будет составлять 210 рублей. Что касается утраты паспорта, либо непригодности к использованию, то есть когда паспорт изрисован, порван, постиран, что-то с ним произошло, то государственная пошлина будет составлять 1500 рублей. Если заявление по непригодности к использованию будет подано через портал государственных услуг, то государственная пошлина будет составлять 1050 рублей. Утратил свою необходимость и стал необязательным и штамп о браке. Теперь владельцы документов самостоятельно решают, проставлять отметки или нет. К примеру, можно по желанию указать свой ИНН или сведения о группе крови, а вот штамп о регистрации по месту жительства остался обязательным для всех. То есть когда гражданин по достижению возраста, например, 45 лет, он пришел подавать заявление на замену паспорта, он в обязательном порядке пишет заявление, какие хотел бы отметки увидеть в своем паспорте. И что касается внесения в паспорт детей. Если ранее можно было прийти папе с двумя паспортами и с весом рождения, и мы спокойно вносили, то теперь каждый родитель пишет свое заявление и согласие на внесение соответствующей отметки в паспорт. Подать заявление на замену паспорта удобнее через портал госуслуг. Однако процедура не полностью дистанционная, без посещения подразделений МВД не обойтись. Рамелю Махмутову недавно исполнилось 45, с замены паспорта решил не затягивать. Подал заявление через госуслуги, оплатил госпошлину со скидкой и пришел за новым документом. Процедура оформления заняла всего 4 дня. Прислали опять уведомление о том, что в назначенное время прийти, подать документ и все остальное. Через 3 часа я получил новый паспорт. Достаточно быстро, достаточно легко при условии желания. Считаю, данное подразделение профессионально работает, так держать. Несмотря на новые бонусы и временную отсрочку, заменить паспорт необходимо каждому. В противном случае придется выплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей. В будущем, говорят эксперты, бумажные документы должны полностью заменить на электронные. Паспорта сделают в форме электронной карточки, в которых будут содержаться данные СНИЛС, ИНН и банковских карт. Елена Чернявская, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Ассоциация туроператоров России прогнозирует рост цен на туры в Турцию в начале апреля до 50%. Горящих путевок не стоит ждать и в разгар сезона, уверяют эксперты. Это связано с высоким спросом. Желающие отдохнуть на турецких курортах есть как в России, так и в других странах. На Турцию повышенный спрос. Кроме того, на ценах сказывается обвал лиры и, соответственно, высокий доллар. Во сколько обойдется отдых на популярных турецких курортах, расскажем далее. В этом году отдохнуть в Турции дешево уже не получится. Ассоциация туроператоров России предупредила путешественников о росте цен на путевки на 25-40%, а в дорогих отелях и на все 50%. О том, что отдых подорожает, говорят и самарские эксперты турбизнеса. Турция будет востребована с середины весны до конца лета, поэтому отельеры стараются заработать. В апреле, традиционно, когда невысокие цены, в мусульманских странах их замечательный праздник – Рамадан. И, соответственно, все они едут отдыхать. Отели заполнены, им нет смысла снижать цены. Май, майские праздники, мы активно туда едем, опять же, смысла нет снижать цены. Потом начинается период рекламников, период тех, кто любит поехать по не очень дорогим ценам именно из-за сезона. То есть спрос предполагается достаточно хороший на этот период. А июль-август они всегда были недешевыми. Кроме того, на цене сказывается и рекордное падение национальной турецкой валюты лиры. В прошлом году она подешевела по отношению к доллару на 40%. Это сказалось на авиабилетах и турах, поскольку расчеты идут в американской валюте. В Турции все подорожало раза в два, начиная с всех сырьевых ресурсов и так далее. Лира по сравнению с прошлым годом, или позапрошлым было 6, стало 14 вот на данный момент. А турецкие отельеры нам прогнозируют до 22 лир будет доллар. Поэтому, может быть, и будут в последний момент какие-то горящие туры, но это будут худшие отели по сумасшедшей цене. Между тем, спрос на Турцию сейчас есть. Из Самары можно напрямую улететь на Анталийское побережье, в столицу Стамбул, только с пересадкой ближе всего в Казани и в Москве. Но начиная с майских праздников, туроператоры проставляют рейсы на Мармарис, Фетхие с перелетом на Даламан. Анонсируют и туры в Бодрум по относительно невысоким ценам. Сейчас цен, которые действуют на тот же самый Бодрум, есть на первые вылеты цены 50, 60, 80, 90 тысяч за двоих на все включено. Это, я говорю, отели 3-4 звезды на первой береговой линии дней на 10. То есть вот эти цены считаются дешевые. Это направление пока рассматривают с опаской, поскольку программу уже заявляли в прошлом году, а потом отменили, и туристам пришлось возвращать свои деньги. На Анталийское побережье практически в разгар сезона в июле можно улететь в средний пятизвездочный отель за 130-150 тысяч на двоих на 9 дней. Как отмечают эксперты, сейчас есть возможность бронировать туры с предоплатой в 5, 15 и 25%. Ранее в январе эксперты АТОР сообщали, что Турция стала самым популярным среди российских туристов направлением в рамках акции раннего бронирования на летний сезон 2022 года. Доля Турции в общем объеме ранних бронирований достигла 70%. В помощь детским организациям и приютам для животных в Самаре функционируют два центра, куда в любой день можно сдать вторсырье, которое пойдет на переработку. Выручку направляют на благотворительность. Эко-тренда изучила Мария Левина. Елена Романчева – одна из тех, кого сегодня называют эко-активистами. С осени прошлого года девушка консультирует людей в пунктах приема вторсырья и выступает в качестве волонтера акции вторсырье на благотворительность. Я с маленьким пакетиком пришла, начала смотреть, как это все происходит. И постепенно с перерывами возвращалась. Первые попавшиеся пакетики из-под хлеба, возможно какие-то тюбики, подходила ко всем, спрашивала, что, куда. Было много народа. Меня тогда, конечно, это очень впечатлило. Я замотивировалась, когда увидела, что люди реально горят этим. В Самаре ежедневно функционируют два центра приема – на седьмой просеке и улице 22-го портсъезда. А также несколько точек разворачивают на улицах города раз в месяц. В минувшую субботу работали 9 таких уличных пунктов. Если волонтеров собирается больше, то и количество адресов сборов вторсырья возрастает. Акция по приему в вторсырья проходит каждый месяц в первые выходные. На этот раз начали принимать и обычные магазинные чеки. Оказывается, их нужно правильно утилизировать. Мы не смогли пройти мимо и тоже решили поучаствовать. Отдельно сортируют не только магазинные чеки, но и транспортные билеты, отпечатанные на термобумаге, которая одновременно с обычной бумагой или картоном не идет в переработку. Весь мусор в пунктах приема разделяют по фракциям. Отдельно пластик, бумага и ткань, стекло и многое другое. Всего порядка 50 различных фракций и, соответственно, мешков и коробок, которые заранее подписаны, чтобы у горожан не возникало сомнений, куда и что складывать. Сдать можно весь хлам, который завалялся в доме. Здесь и зубные щетки, и ручки, и даже зонты. Это, безусловно, нужно. Это спасает нашу планету, в том числе от загрязнения мусорного. Сейчас существует множество видов переработки, и торсырье впоследствии может быть повторно использовано. И нет смысла производить новый пластик. В среднем на переработку вывозится 6-7 тонн вторсырья. Это результат только одной такой акции. За 4 года реализации проекта собрали более 330 тонн. Более половины из этого объема приходится на прошлый год. Всю выручку направляют на благотворительность, помогают, например, детским организациям и приютам для животных. Кому направить средства выбирают сами жители города путем голосования в социальных сетях. Ежемесячно определяют троих победителей. За 4 года на благотворительные цели передано почти полтора миллиона рублей. Две третих этой суммы удалось собрать за прошлый год. Запрос все-таки на такую экологию, на то, чтобы не оставлять вот эти горы мусора после себя. Во-первых. Во-вторых, у общества есть запрос на благотворительность. Людям приятно делать доброе дело. Почти все собранное увозят не на полигоны, а на заводы по переработке. Часть данных вещей попадает на отдельные полки хранения. Книги, статуэтки и другие интересные предметы имеют шанс на вторую жизнь. Сортировка отходов становится неотъемлемой частью жизни современного человека, который заботится о состоянии окружающей среды. Раздельный сбор отходов помогает выделить перерабатываемый и пищевой мусор, тем самым облегчая работу предприятий. Такую инициативу поддерживает и Самара. В конце прошлого года для города было закуплено 1203 металлических сетчатых контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Это стало возможно благодаря государственной поддержке и национальному проекту «Экология». Контейнеры установят на улицах города в этом году. Мария Левина, Константин Головин. События. Самарцев приглашают поучаствовать в творческом конкурсе по изготовлению массы Леона. Об этом сообщили в городской администрации. Участвовать могут как творческие коллективы, так и отдельные мастера. Кукла должна быть высотой не менее 150 сантиметров. При создании можно использовать разные техники и материалы. Важно, чтобы конструкция была устойчивая. Заявки на участие в конкурсе «Самарская маслена-2022» принимают до 1 марта по электронной почте. К письму необходимо приложить три фотографии своей работы, а также заполненную заявку. Лучшие арт-объекты планируют разместить 5 и 6 марта на площади Куйбышева. Когда воля и любовь к жизни сильнее обстоятельств. Дайвер и хоккеист Дмитрий Курунов потерял ногу, но не отчаялся. Он не только вернулся в спорт, но еще и помогает другим. Организовал детскую команду по следж-хоккею и уже мечтает о новых горизонтах. Тему продолжит Виктория Шаре. Дважды в неделю тренировки по следж-хоккею, трижды в бассейне и еще три раза в неделю мечевой бой. В таком жестком графике Дмитрий Курунов живет последние 6 лет, с тех пор, как в его жизни произошла трагедия. В 2016 году он работал инструктором по дайвингу в Таиланде, а когда после погружения всплыл на поверхность, по нему на высокой скорости промчался катер. Дмитрий потерял ногу, но не утратил веру в себя и свои силы. Он всегда занимался спортом, решил освоить новые направления. Я стал искать, что мне поможет побыстрее реабилитироваться, какой вид спорта. И на протезном предприятии встретился с ребятами, стал у них спрашивать, говорить про себя. Нырять-то я нырял с одной ногой, у меня это было без проблем. А когда получил протез и стал ходить, захотелось еще что-то. Меня позвали в хоккей. Я же не встану, я не смогу на протезе, я пока еле хожу. У нас есть пока слэш-хоккей, можно кататься в санях. Освоив слэш-хоккей, Дмитрий решил создать детскую команду. Там успешно занимаются ребята с ДЦП, но пока из-за коронавируса тренировки не проводятся. Хоккей Дмитрию показалось недостаточно. До травмы он участвовал в исторических реконструкциях, сражался на мячах. На сборах увидел, что существуют реплики – мягкие копии средневекового оружия. И решил освоить этот вид боя. Освоение пошло. Причем я тренировался на равных с ребятами, как я их называю, полноприводными. Я на одной ноге. И выходил в лидеры. Поэтому мне предложили пойти на курсы и стать инструктором. Сегодня Дмитрий Курунов – единственный в России инструктор мячевого боя на одной ноге. В этом году появились конкуренты. В Москве также подготовили команду. 21 февраля самарцы поедут в столицу на сборы. Пока у меня путь научиться самому рассказать и научить других, что человек может сделать на обычном протезе, предназначенном для ходьбы. Вот у меня протез, он собран, можно сказать, по индивидуальному заказу. Но поскольку он ориентирован лучше на ходьбу, у него очень хороший мягкий шаг. Он держит легкий бег, он держит легкие прыжки. Но вот для большого спорта просто за спортсменами не убежишь, которые бегают на профессиональных, на таких, на пружинных скобах. Но, тем не менее, скажем, для метания ножа, для фехтования. Не покидает Дмитрий и мечта вернуться в обычный хоккей. И постепенно с саней я вот остановлюсь, потихонечку тренируюсь и возвращаюсь в вертикальный хоккей. Тут немножко посложнее, но не все сразу. Дмитрий говорит, если чего-то по-настоящему хочешь, нельзя останавливаться на пути к мечте. Еще у меня в плане сейчас освоить танцы и, может быть, для ребят открыть школу танцев. Я попал под катер, когда учился танцевать сальшем. И обидно то, что не доучился. Мне очень хочется это восполнить. Виктория Шарой, Николай Сидоров. События. 14 февраля влюбленные отметят свой праздник. И пока самарцы готовят подарки и сюрпризы своим вторым половинкам, аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, что люди практически перестали знакомиться в парках, на отдыхе и вечеринках. Большинство, треть опрошенных, признались, что нашли своего человека на работе и на сайтах знакомств. В чем плюсы и минусы виртуальных отношений и во что они могут превратиться, узнала Гульфия Сафина. Вот это наш сын. Общий дом, взаимопонимание и трехлетний сынишка. Во время съемок он в детском саду. Семья Кареловых, Андрея и Гюзели – подлинное доказательство того, что найти свою половину можно через приложение знакомств. Через полгода предложение, и еще через полгода поженились. То есть это реально? Конечно, это реально. Сайт знакомств – это как интернет. Много всякого мусора, Но если поработать и быть настойчивым, то вполне реально найти. Это офигенная вещь. И сейчас это, да, это норма. Сегодня рынок интернет-знакомств – это десятки приложений, охватившие не одну страну. Популярность их растет, и по оценкам социологов пользуются амурными электронными порталами порядка 350 миллионов жителей планеты. Каждая пятая пара, дошедшая до ЗАГСа – это люди, которые познакомились через тематические сайты. Во-первых, интернет позволяет познакомиться и понять, все-таки стоит ли нам встречаться глаза в глаза. Другой момент – это тоже очень ценный и важный, что я могу выбирать из нескольких. Экономически важный момент – мне никто не нужен для контакта. Если он появляется, то прекрасно. Если люди доходят до ЗАГСа, если он не появляется, то мы спокойно расстаем без боли. И это тоже снимается психологическая, терапевтическая проблема. Впрочем, бдительность терять не стоит, отмечают психологи. Самое безобидное, что может случиться – вы нарветесь на неисправимого Казанова. Хуже, если по ту сторону экрана с вами переписывается личность с психическими отклонениями. Во-первых, есть определенный процент реальных психопатов. Да, альфонсы и психопаты – это как раз тот самый риск. Мошенники – еще одна категория людей, встреча с которыми вполне возможна на платформах знакомств. Жительница Самары, которая провела немало времени на подобных сайтах, решила поделиться своими наблюдениями при условии анонимности. Много аферистов, которые прямо всяческими способами выманивают твой номер. И потом начинаются звонки с разных номеров. Вот девушка зарегистрировалась на сайте знакомств во время переписки, поделилась там фотографиями. И потом начинается шантаж. Либо я выкладываю фотографию, либо вы мне даете 50 тысяч, грубо говоря. Справедливости ради нужно сказать, что не только женщины становятся жертвами аферистов на сайтах знакомств. Например, мы взяли запрос в МВД. Такая история произошла в ноябре 2021 года. Мужчина обратился в полицию. Он перечислил девушке 9960 рублей на покупку билетов в театр. Само собой, девушка после перевода средств исчезла. В прошлом году в регионе зафиксировали почти 40 похожих преступлений. Почему ушел с сайта знакомств? Это пролистать порядка 100 анкет. Из этих 100 анкет, скажем, допустим, дай бог, если штук 10 тебе понравится, просто по аватарке, да, начинаешь залазить уже в анкету, там будет еще меньше девушек. А кому-то захочешь просто написать привет. Ты напишешь, допустим, привет трем-пяти девушкам, одна-две из них ответят. И не факт, что это одной из двух девушек, ты пойдешь просто на свидание. Евгений Попов причисляет себя к тем, кто уже не верит в сайты и переключился на более эффективный метод быстрых свиданий. Таким способом он и встретил свою супругу. У нее совпало вот как раз там чуть ли не все 14 знакомств. И она потом звонит и говорит, я устала ходить на свидание. Не надо тратить время на долгие переписки, на фейковые фотографии. Помимо этого, на свиданиях вы одновременно знакомитесь сразу с 10 представителями противоположного пола. И плюс, когда ты видишь человека вживую, ты сразу видишь его рост, его комплекцию, слышишь его голос. Главной причиной поиска альтернативных способов знакомств и отказ от давно привычных является повышенная занятость современных жителей мегаполисов, считают аналитики. Тем не менее, каким бы ни был именно ваш метод, важно понимать, что найти своего человека – это лишь начало, возможно, счастливого и долгого жизненного пути. Гульфия Сафина, Николай Сидоров, Сергей Баскин, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова